здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема солома а чего не такого хорошего в вашей соломе такие вопросы вы тоже задаете а вот знаете ли вы что солома сама не болеет и другим не дает и если вы не хотите бегать с лейками и шлангами все лето если у вас есть другие занятия и вы хотите что-то поделать летом ну повышевать например поплести корзину например это же все несложно но это доставляет удовольствие так вот чтобы получать удовольствие от лета надо понимать что помидор ведь тоже хочется и огурцов ну как же вот на двух таблетках того сидеть все очень просто вот видите по краям теплицы с обоих сторон лежит солома это было укрытие почвы когда здесь были культурные томаты вы это должны помнить значит в прошлогодних видео это есть я естественно перед тем как посеять цветочки редиски капусту я убрала всю солому вот я совершенно напрасно это сделал надо был только сделать ряды потому что убрав солому с центральной вот этой гряды я посеяла капусту и вы помните я считала ларсию я насчитала 14 из 15 каково же было мое изумление когда приехав через три дня я а я закрыла пленочкой закрыла укрывным когда я сняла укрытие я поняла что там ничего нет ни одной капустины а рядов было раз два три 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 рядов капусты было съедено под ноль вот понимаете есть такие ранние маленькие слизни очень прожорливые а там было влажненько там было хорошо они ползали все по влажной земле и слопали всю капусту вот эта капуста посеяна в начале мая в самом начале мая у нее у ну как у приличной капуста приличной хозяйки у нее по 4 по пятому листу но ведь сейчас уже июнь месяц то есть то что было посеяно в апреле у нее 78 листьев сейчас она готовится к завязыванию вилка вот если бы я солому не убрала ничего бы подобного не случилось но теперь в этой теплице будут расти огурцы каждый год я меняю их местами и все что под ними будет замульчирована соломой зачем да затем что понимаете поливать каждый день это значит приучить растения к этим вот маленьким поливом поверхностно корни у вас начинают вянуть макушки цепляется масса болезней вы пролейте как следует отмульчируйте соломой 10-15 сантиметров и поверьте мне уплотните ее да не чтоб не вот так вот вот пышный был уплотните и поверьте мне что и поливать придется гораздо реже и растения будут здоровыми вот в этой теплице будут огурцы естественно в прошлом году были помидоры и конечно же после посадки я отмульчирую все что кроме лунки обязательно соломой она готова лежит по краям вот эти тюки их здесь два они поедут верхнюю теплицу там помидоры еще не досажены и я вам покажу как мульчировать как пролить помидоры чтобы месяц к ним туда не заходить ведь таких опытников очень много которые сто раз это уже сделали уж поверьте ну два раза в месяц полить это вот так хватит помидоров мы же на улице поливаем два раза в месяц через две недели потому что не требуется больше поливки на улице грунтовые помидоры вообще не требует почему в теплице тольем там вообще влажности быть не должно так вот солома будет держать фитофтору не даст испаряться влаги вы не будете тыркать и дергать эти помидоры вечно их рыхля и и окучивая что вообще не требуется и у вас помидор будет гораздо больше еще рученьки будут свободны но на этом и закончу всего доброго и до свидания вот такие тюки соломы очень хороши и